Все из нас неоднократно сталкивались с рекламой антибактериального мыла. Основной действующий компонент таких мыл – триклозан. Антибактериальный и противогрибковый агент, разработанный в начале 1960-х годов. В среднем антибактериальное мыло стоит значительно дороже обычного. По подсчетам экспертов, триклозан приносит ежегодный доход от продаж в 1 миллиард долларов. Корейскими учеными были проведены независимые тесты. Ученые взяли 20 штаммов бактерий, которые подвергали воздействию обычного мыла и антибактериального мыла с триклозаном в течение 20 секунд при температуре 22 и 40 градусов. Итог таков. Обычное мыло и мыло с триклозаном имеют одинаковую антибактериальную активность. Бактерицидный эффект антибактериального моющего средства был значительно выше только при воздействии более 9 часов. Доктор Мин Сукри, автор исследования из Университета Кореи, подчеркивает необходимость решения вопроса пропаганды и рекламы относительно эффективности антибактериального мыла. Отметим, что использование триклозана в моющих средствах часто подвергается критике. Например, 40 из 53 южнокорейских производителей уже отказались добавлять данный антисептик в мыло. Считается, что широкое применение триклозана может привести к развитию антибиотикоустойчивых штаммов бактерий. Использование триклозана также может негативно повлиять на иммунную систему и сделать организм более уязвимым к заболеваниям. И даже снизить уровень тестостерона. Также триклозан оказался опасен для беременных женщин.